Приветствую вас, если позволите, я хотел бы заметить несколько важных вещей в вашем сообщении, которые мне показались очень-очень достойными сниманиями. Пожалуй, международно того, что вопросы вы никакого не задавали, то непонятно, что вы именно хотите спросить у нас, но по вашему сообщению я увидел, что вы влюбились в мужчину, проводили с ним какое-то время, для вас это были первые. Для него это были очередные, вначале все было хорошо, потом все стало идти по неспадающей, и в итоге сейчас вы общаетесь с ними еле... Значит, первое. На чем мне хочется заострить свое внимание. Своё внимание и ваше внимание тоже. Значит, вот вы несколько раз написали о том, что с вашим приездом из Москвы началось всё тухнуть, гаснуть и так далее. В этот момент он, если честно, может быть вы так не считаете, но по моему мнению этот момент нужно прояснить. Потому что не очень понятно, а по какой причине, собственно говоря, всё начало задухаться. То есть, по какой причине мужчина начал терять к вам интерес? Не по той или случайно причине, что вы стали к нему чересчур привязаны? Не по той или причине мужчина стал к вам охладевать, что вы слишком много проявляли к нему внимания? Если так, то нам, конечно, здесь имеет смысл говорить о другом моменте, о моменте, который я хотел немножечко потом оставить. Мы про это обязательно с вами поговорим. А пока, пока что, мне бы хотелось, чтобы вы для себя определили вот эти моменты. Ну а дальше привязанность. Почему вы привязаны к нему? Чем он вас привязал? Поскольку вы написали, что вы очень сильно привязаны к своему молодому человеку, очень сильно к нему привязались, то он может говорить о том, что имеют место быть некоторые желания, которые только с помощью него вы можете удовлетворить. Вот об этом и можно и нужно в первую очередь вам подумать. Собственно, именно ваши желания, которые вы вкладываете в привязанность, а, собственно, ваши потребности, которые вы пытаетесь удовлетворить через взаимодействие с этим человеком, и определяют то, что вы не можете его отпустить. То есть вы бы хотели, но не можете этого сделать, потому что ваши желания, которые, безусловно, дают особе знать, не находятся в его удовлетворении. Их нужно осознать, их нужно понять, нужно перестать себя жалеть, потому что, судя по вашему сообщению, вы заливали проблемы алкоголем, для всего и всего больше отталкивали от себя мужчину. Нужно в большей степени заниматься своим развитием, заниматься повышением своего кругозора, личностным ростом, и тогда вместе все это даст вам освобождение от этого мужчины. Потому что, по факту, из текста вашего сообщения видно, что мужчина увлекся вами, поиграл, провел время, и, значит, собственно говоря, после этого, как говорится, помобрился и забросил. А вы остались ни с чем, потому что надеялись и складывали в него слишком много. То есть, слишком сильно привязались. Понимаете, привязываться к человеку, вообще-то говоря, можно, но постепенно и только в том, что не грозит вам лично. То есть, понимаете, вы здесь наложили свои потребности на то, что может вам дать человек. И в результате получили такую вот привязанность. Соответственно, чтобы избавиться от этого, нужна определенная работа с вами над выявлением, во-первых, обстоятельств, которые спровоцировали такое восприятие человека. То есть, может быть, это проблемы в детско-радических отношениях, может быть, это ваши какие-то негативные установки по отношению к отцу, может быть, какие-то комплексы. Вот. Также следует отдельно проработать, чтобы вы были не уверены в себе, когда начинали с ним строить отношения. Еще раз, мужчине нужна уверенная в себе женщина рядом. Если она не уверена, то мужчина, как правило, начинает чувствовать себя более независимым, что и приводит к тому, что вы описывали в своем письме. На этом можно закончить. В зависимости можно работать, но это труд, это усилие, и вопрос в том, готовы ли вы этим заниматься. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok